Я читаю седьмую главу из книги Прока Исайи. И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Рималиин, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено дому Давидову и сказано, все реяне расположились в земле Ефремовой, и всколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблется от ветра дерева в лесу. И сказал Господь Исайи, выйди ты и сын твой, шиарясув, навстречу Ахазу, концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белильничьему. И скажи ему, наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириан и сына Рималиина. Сирия, Ефрем и сын Рималиин умышляют против тебя зло, говоря, пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии Дамаск, и глава Дамаска Рецин, а через шестьдесят пять лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефрема Самария, и глава Самарии сын Рималиин, если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз, не буду просить и не буду искушать Господа. Тогда сказал Исаия, слушайте же дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, Сам Господь даст вам знамение, сеть девого чреви примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя Ассирийского. И будет в тот день, даст знак Господь мухе, которые при устье реки Египетской, и пчеле, которые в земле Ассирийской, и прилетят, и усядутся все они по долинам опустелым, и по расселенным скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревам. В тот день обреет Господь бритвою, нанятую по ту сторону реки, царем Ассирийским, голову и волоса на ногах, и даже отнимет бороду. И будет в тот день, кто будет содержать корову и двух овец, по изобилию молока, которое они дадут, будет есть масло. Маслом и медом будут питаться все оставшиеся в этой земле. И будет в тот день, на всяком месте, где росла тысяча виноградных лоз, на тысячу серебряников, будет терновник и колючий кустарник. Со стрелами и луками будут ходить туда, ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником. И ни на одну из гор, которые расчищались бороздниками, не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника. Туда будут выгонять волов, и мелкий скот будет топтать их.